Еслат-сити, Есвято. Ну, на самом деле, наверное, возможно, но очень дорого. Поэтому можно зимой строить и дороги, и оборонительные сооружения, значит, коэффициент строительства умножить в три раза, а потом, может быть, летом что-то сделать. И списать эти деньги в нужные карманы. А население будет смотреть и думать, какой молодец Зеленский, не только котор наступления пытается провести, но и оборонять территорию собирается. Значит, с точки зрения Байдена, ну, вот это вот его пассаж, конечно, связанный там, что, ребят, конечно, я уже не тот, и мало что могу, и рейтинг падает, но у меня есть ядерная кнопка, и я еще могу удивить. Это вообще просто. Я думаю, что и республиканцев, и даже демократов просто вообще, ну, наверное, вызовет целую волну очередного падения рейтинга господина... То есть мир-то реально на грани ядерной катастрофы, а дед шутит про ядерный взрыв? Да, я думаю, что всем не до шутки, и американскому населению в то же время. С другой стороны, да, выдает все смыслы западной американской каталистической системе. Думаем об обогащении миллионеров, а надо говорить о поддержке миллионов населения. Ну, вот выдал Байден, другой, наверное, не выдал бы. Поэтому вот вся их вот этот вот цинизм. Но когда Байден об этом говорит, понятно, что хочет Зеленский стырить очередные трансши, тоже понятно. Но когда некоторые, значит, средства массовой информации американские считаешь, тоже поражаешься вот этой вообще совершенно неприкрытой, тупой, на самом деле, совершенно циничной системе пропаганды. Вот The Hill, газета, да, значит, ну, издание, близкое к Конгрессу. Там долгие рассуждения. Нужно поставлять, вооружение не нужно, как республиканцы, как демократы к этому относятся. Падает, значит, количество поддерживающих поставки, но их еще значительно. Какая цитата? Я даже потом перепроверил в английском источнике. Может, перевод неправильный. Они что пишут? Ценой незначительных трат, во многом за счет поддержанной техники, Соединенные Штаты помогли Украине разгромить вторую армию мира, не пролив ни капли крови американских солдат. Ну, слушайте, бред бредовый. Разгромить вторую армию мира, не пролив ни капли крови американских солдат, сколько наемников и так далее. Просто вот такое идет системное глупое оболвание. А надо говорить правду. Да, вот Зикконовис, наверное, подошел к определенной правде насчет вот этих шестеренок, военных шестеренок. Какие военные шестеренки Украины? Как государство, которое фактически начало агрессию против Донбасса. Основная их оборонная отрасль – это мелкие производства и поставка вооружений с Запада, поддержанного, наверное, как пишут американские издания, за счет или бесплатной помощи, или будущих кредитов. Что смогла сделать Россия за эти два года? Действительно, в разы воссоздать производство высокотехнологического мощного вооружения. На самом деле, когда разрушали Советский Союз, основная задача Запада была разрушение промышленности и обороны промышленности. Не удалось это сделать. Я, например, на протяжении 90-х и 2000-х не раз видел, как тот же Геннадий Андреевич Зюганов отстаивал сохранение производства. Мы сделали сейчас колоссальный рывок развития. Как можно достигнуть победы? Только самоотверженно борьбой и ратным подвигом наших солдат, сплочением нашего общества и, конечно, развитием оборонки. Но оборонка – это огромное количество смежных отраслей. Это уко-технологическое производство. Это необходимость квалифицированных рабочих кадров. Это воссоздание профтехобразования, развитие станкостроения, машиностроения. Средства, которые вкладываются в оборонку, не только защищают родину и служат победой. Это дает серьезный технологический прорыв. А Украина – западные поставки, поддержанные вооружения. Сегодня еще одна дата. Очень трагическая дата. 1 декабря 1991 года на Украине состоялся референдум о так называемой независимости. И население Украины, кстати, самое меньшее голосование было в Крыму и Севастополе, проголосовал за эту независимость. Потому что их обманули в очередной раз. Сначала срочные новости. Очень много дискуссий по поводу того, что хорошего, что плохого Киссинджер принес в этот мир. Потому что это было действительно воплощение реалполитик со всем его цинизмом, со всем его отбрасыванием правшего человека. Масса дискуссий существует по поводу насчет справедливости или несправедливости вручению Нобелевской премии мира в 1973 году. Потому что ее он получил за разработку Парижского соглашения по Вьетнаму. И это вывод войск Соединенных Штатов Америки из Вьетнама и мирное объединение двух частей. Потом в результате, фактически результатом усилий Киссинджера было не только прекращение Вьетнамской войны, но и вооруженный захват юга, ну скажем так, проамериканского, прозападного юга, просоветским севером и установлением коммунистической диктатуры. То есть я сейчас затрудняюсь вспомнить, какое количество людей было уничтожено при этом в результате этого. Можно ли считать, что на самом деле эта Нобелевская премия мира была несправедливой? Я сейчас не хочу это обсуждать, тем не менее, то, что он сделал, это действительно, вот еще раз, сегодняшний Вьетнам в том виде, в каком он есть, это тоже в некотором смысле результат архитектуры Киссинджера. Ну, конечно, архитектор разрядки, это важнейшая вещь, это все уже было на моих глазах, когда были вот эти вот встречи. Они в советской прессе, естественно, очень смутно, так сказать, туманно все это излагалось, но мы видели, как и сегодня это становится все более и более отчетливо, как, значит, вот с этим мистером Ноу российской политики, с Громыко, пожалуй, единственный, кто мог достаточно жестко, гибко противостоять Громыко вот именно в дипломатическом отношении. Громыко его называл чертом и в то же время, так сказать, очень считался с ним, понимая, что это действительно достойный оппонент. Отношение с Брежневым, Киссинджера с Брежневым, это тема отдельного разговора, потому что Брежнев воспринимал этого человека, как фактически, ну, пожалуй, что и главного в Соединенных Штатах Америки, понимая, что именно он стоит за вот конструкцией всех этих переговоров. Вот, то есть, ну, и здесь, конечно, архитектором визита Никсона в 93-м году в Советский Союз, это все, это все, так сказать, за всем этим стоит Киссинджер. Ну, в общем, пожалуй, что я завершу эту часть нашей беседы. Конечно, невозможно завершить вот это вот заключительное слово в память Генри Киссинджеру словами, ну, критики, не то что критики, вообще бессмысленно критиковать этого человека. Вашингтон-Пост называет результаты встречи скромными. Гардиан утверждает, что, назвав все диктатором, Байден поставил точку в соприкосновении с Пекином. Председатель КНР призвал Вашингтон прекратить вооружать Тайвань и подчеркнул, что восстановление суверенитета над островом неизбежно. Да еще и призвал отменить односторонние антикитайские санкции. Байден главным итогом назвал возобновление связи между военными ведомствами Пекина и Вашингтона, которые позволят избежать просчетов любой из сторон и предотвратить конфликт. Итог подводит Нью-Йорк Таймс. Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан. Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И. Продолжение следует...